Одинцовский многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг вновь в центре внимания. Одна из главных задач сегодня сокращение времени ожидания в очередях и увеличение числа квалифицированных сотрудников. Наш МФЦ входит в тройку лучших в области. Нам в ближайшее время предстоит перенести весь опыт нашего центрального офиса в городе Одинцово и на другие территории. Речь идет как об открытии окон с удаленными рабочими местами, так и дополнительных офисов в Кубинке и Никольском. Помещения под удаленные рабочие места все подходят, все, которые предоставлены поселениями, сделаны все косметические ремонты за свой счет. С нашей стороны предоставлена техника, персонал. А персонал, если есть пожелания у городских сельских поселений, мы в первую очередь просматриваем персонал местный, который там живет и всех знает. Все 24 удаленных рабочих места открылись 1 июля. Открытие офисов в Кубинке и Никольском запланировано соответственно на август и сентябрь. На совещании обсудили ход реконструкции спортивного парка имени Ларисы Лазутиной. Глава района потребовал параллельно со строительством ввести популяризацию трассы. Здесь проходит множество интересных мероприятий, которые часто остаются просто незамеченными. В целом, если людям это правильно подать, то я думаю, там будут сотни людей. Многие очень ходят, гуляют, но до зарядки не добирают. Давайте попробуем повестить правильно, выдать эту акцию довольно позитивную. И пусть на этой поляне будет толпа. Толпа всех желающих, которые утром и так в парке просто, они рассредоточены. Советникам главы района Андреем Гавриловым была предложена оригинальная концепция наружной рекламы, направленная как раз на привлечение людей на трассу. Действительная концепция в том, что различные спортивные активности под один типом слотанов повторяются на вариантах наружной рекламы. Вот подтягивайся, это двойной смысл. Прикатывай, приезжай, прибегай, приходи. Если мы эту рекламную концепцию поддерживаем, то я попросил Александра Александровича предоставить поверхности, билборды, сетиборды, сетиформаты. Я думаю, это будет неким поспорим. План по приватизации муниципального имущества на 2016-2017 годы собравшимся представил председатель профильного комитета администрации Денис Гинтов. Речь шла о помещениях, находящихся в аренде и свободных площадях. В их число входят и те, что подлежат льготной приватизации в соответствии со 159-м федеральным законом, ориентированным на поддержку малого и среднего бизнеса. Хотелось бы отметить, общую сумму, которая планируется поступление в случае реализации объектов, да, приватизации муниципального имущества в 2016-2018 годах, это порядка 3 миллиардов 869 миллионов рублей. То есть в 2016 году это 2 миллиарда 800 приблизительно, в 2016 году это 980 миллионов. Площади, которые будут реализованы, приватизированы, это в 2016 году 18,5 тысяч квадратных метров, в 2017 году это 10 тысяч квадратных метров. Еще одной рэперной точкой совещания стало обсуждение темы незаконной рекламы и несанкционированной торговли. Зачастую они между собой переплетаются. Бороться и с тем, и с другим непросто. И если в вопросе с торговлей все однозначно решается только применением законного наказания, то по рекламе и оформлению торговых объектов с предпринимателями необходимо разговаривать. Многие представители бизнеса, на которых мы нападаем и заставляем снимать, срывать, зачастую это делаем силой, принудительно, после здрастия задают вопрос, а как это должно выглядеть? Покажите, расскажите, нарисуйте. В ближайшее время этой теме будет посвящено отдельное расширенное собрание с представителями бизнес-сообщества. Еще ряд вопросов, рассмотренных на совещании глав, касался социальной рекламы, проблемных объектов строительства и установки на территории района въездных знаков. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.